Жанна Кусыбаева поначалу отказалась прививать своего новорожденного малыша. Причиной такого решения стали полученные из интернета сведения и отзывы молодых мамочек. Однако врачи все же смогли убедить роженицу в пользе вакцинации. Я поняла, что это очень важно для здоровья моего ребенка, так как, например, даже рядом с какими-то людьми, которые болеют этим же туберкулезом, ребенок может заболеть очень сложной формой болезни, менингит, например. И поэтому я пришла к такому решению, что буду прививать ребенка. Акушеры первого родильного дома в день принимают до 55 родов. Две-три мамочки не дают согласия на прививку новорожденному. В последнее время, говорят медики, таких родителей все больше. Вакцинация БЦЖ у нас проводится японской вакциной. Проведена высокая доказательная база в эффективности данной вакцины. Конечно, эта вакцина не в 100% ограждает заражение данного ребенка туберкулезом. Но ведь там есть много факторов. Презвятой ребенок, если заразился туберкулезом, он в более легкой форме переносит. На отказы от вакцинации влияют и религиозные убеждения родителей. В перинатальных центрах стали проводить разъяснительную работу о пользе прививок. Медики утверждают, их надо ставить вовремя в соответствии с прививочным календарем и только здоровым деткам. Мы совместно с поликлиникой выходим по участкам. При этом, выходя с родителями, проводим беседу о дальнейших последствиях. Если родители будут отказываться от вакцинации, каким плачевным состоянием может привести для своего ребенка. В первые 12 часов и первые 4 дня жизни малышам ставят прививку БЦЖ, а также прививают от гепатита Б. Медики говорят, что до двух лет иммунитет ребенка очень слаб и не справляется с вирусами и бактериями. В этом случае привитый малыш более крепок. Однако ставить вакцину или нет – выбор родителей, которые прежде всего несут ответственность за своего ребенка. Салтанат Шурай, Наскенбайт-Лес, Валерий Таубалгиев, телеканал Алматы.